Всем привет! И так что новенького на Доме-2 и за периметром. Влад Кадоний во вчерашнем эфире наехал на Бена Карпова. Говорит, он лицемерный паразит, использует девушек, постоянно врет. Карпову действительно очень не хочется покидать проект. Чтобы делать хоть какие-то эфиры, он привел свою маму. Ермакова шутит, что женщину оставят на поляне, сделают на кого-то рокировку. Также Карпов придумал симпатию к Алене Опенченко. Помнится, Бен в разговоре с Ромашовым называл Аленку грязной женщиной, а теперь собрался строить с ней отношения. Алена вот пишут отомстиму за всех девушек, которых он обидел. Многие считают Бена гнилым человеком. Сегодня в эфире покажут, как он вывел из себя Диму Васильева. Он потрепал Бена, едва не разорвал ему футболку, сыпал ругательствами в адрес Карпова. Коллективу удалось сдержать бешеного Диму, но в изолятор он все-таки угодил. Алена Опенченко переживает из-за лишнего веса. К тому же у нее в последнее время серьезные проблемы с кожей лица. Сказываются постоянные вечеринки, обжорство, переживания, а также отсутствие волшебства. Она пообещала взять себя в руки. Поляна готовится к свадьбам, по слухам их будет сразу три. Вот такую установили цветочную арку. На скорую свадьбу старательно намекает Надя Ермакова. Примеряет свадебный наряд и рассказывает о скором романтическом путешествии в теплые края. А вот участники Дома 2 интригуют, поздравляют Влада Кадони с каким-то значимым событием. Возможно, он решил распрощаться с холостяцкой жизнью. А может быть, его девушка беременна. Не будут же просто так долго и упорно подкидывать его на руках. На официальном аккаунте Дома 2 в Инстаграм просят выбрать своего фаворита. Кто из участников, спрашивают, достоин победить в конкурсе «Человек года». Финал отснимут уже завтра. В эфире покажут через неделю. Мадана рассказала, что конкурсанты будут петь те же самые песни, которые пели в третьем туре. Ольга Бузова развлекается в Париже, оставив мать, которая заболела опасным вирусом. Это самая сегодня горячая новость. Журналисты дозвонили с Ирине Бузовой. Она о планах дочери ничего не знает. Плохо себя чувствует, кашляет, хрипит и с трудом разговаривает. Кристина Бухенбалта и ностальгирует по тем временам, когда Бузова была ведущей на Доме 2. «Как никто, она умела меня поддержать», пишет. А вот Бородину жестко критикуют. Она не следит за событиями на проекте, не знает новеньких участников, а у старичков потеряла авторитет. Пишет, что чересчур уж увлеклась своими делами, ведет передачу с одной мыслью, поскорей бы свалить, и пора уже ей уступить другим свое место на бревне. На поляне неожиданно образовалось две новых пары. Карпов рассказал, что ведущие заселили Адеева и Захарову, чтобы они нашли общий язык, прониклись друг к другу. Настю Рейнашвили сватали другим парням. Пынзери нахваливал ее, говорит, что она берет попой, грудью, харизмой. Но Настя выбрала Давида Данга. В реальном времени вот Давид сидит рядом с Настей на лобном, прижимается к ней, согревает своим теплом. Поговаривают, но, наверное, врут, что уже и свадьба на подходе, и мама Наташа спешит на поляну, чтобы дать свое родительское благословение. Ну а Полина Марина тем временем жалуется на предательство со стороны парней. Руслан Перов переключился на другую. Еще один поклонник уехал домой, от него нет никаких вестей. А Давид Данг, как мы видим, переключился на Настю Рейнашвили. Стало известно, что делала на поляне Вика Романец. Она ведь обещала, что ноги ее не будет на Доме-2. Но девушке пришлось усмирить свою гордость, ведь ее аккаунт в Инстаграм был заблокирован. А на новой странице вместо 3 миллионов подписчиков сейчас всего 500 тысяч. Ну а без подписчиков никакой рекламы и никаких доходов, соответственно. По слухам, Женя Ромашов признался на ТЭТе, что никогда не любил Кристину Бахенбалте. В эфире это покажут через неделю. В это верится вполне, ведь мы все помним, как на острове он от нее отбивался, и Женю буквально вынуждали на эту связь. Так что все верно. А вот Артем Грант уже несколько раз признался Кристине в любви. По пьяни пишет, раз в пять признавался. Потом, правда, наутро сказал, что не помнит. Но Кристина не в обиде, говорит, за такое короткое время нельзя полюбить человека. Для этого нужно время. А вот еще Кристина жалуется, говорит, на протяжении второго дня Артема преследуют какие-то телки, пишут ему и названивают. Он не отвечает, звонки сбрасывает, но и телефон свой Кристине категорически отказывается показывать. Аня Брянская приболела, но, говорит, это не тот самый вирус. Дабы порадовать себя любимую, дарит сама себе цветы. Настя в стецевят спуталась с Никитой Уманским и Настей Болинской. Ребята вместе проводят то время, записывают тиктоки. У Уманского настоящий гарем, пишут в комментариях. Какой гарем, он посуточно сдает койку. За их счет и живет. Ну и самое громкое событие вчерашнего дня. Иосиф Аганесян отметил 30-летие. Жена устроила ему настоящий праздник. Подарила массажиста, стриптизершу и дала денег на виниры. Также устроила крутую вечеринку с рок-группой, любимыми песнями, несоками, закусками. Праздник посетили много домовских. Пингвинова, Триандафелиде, Безус, Таней, Ефременкова с Мандезиром, Сахнов. Видеограф Сергей Кучеров снимал все происходящее на камеру. Как в старые добрые времена, говорит именинник. Пингвинова ехала к Аганесянам целых два часа на такси по пробкам. Прихорашивалась еще час. Но по итогу побыла там совсем недолго. У нее ведь дома малышка. Вот родители Иосифа отжигают под песню «Мама, Люба, давай». Вот такой вот пир во время чумы. Ну а сегодня день рождения у Романа Капаклы. Все подробности будут уже завтра. На этом все. Подписывайтесь. Будем сплетничать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова